Землетрясение в Алматы минувшей ночью показало, что подавляющее большинство горожан не были готовы к чрезвычайной ситуации. К сожалению, это так. Поэтому важно извлечь уроки из этого события. Наши коллеги поговорили с экспертами и узнали, что о безопасности казахстанского мегаполиса переживают уже в самой Японии. О некоторых выводах ночи, которая в прямом смысле потрясла Алматы, более подробно в сюжете моего коллеги Ануара Абдрахманова. Минувшую ночь жители Алматы запомнят надолго. Горожане спешно выбегали из домов, на дорогах образовались пробки. Обошлось без жертв. И это главное. В больнице обратились 13 человек. Во время землетрясения они получили травмы различной степени тяжести. Среди госпитализированных одного пациента 57 лет, двое 21 и 31. Они выбегали, тогда по неосторожности получили травму. Подвернули ногу и падали. Одна пациентка выпрыгнула из третьего этажа и получила высотную травму. Магнитуда события в Алматы 5,5 баллов. Как оказалось, это много и вызвало нешуточную тревогу. Однако специалисты спешат успокоить жителей, утвердая, что на 70% сильных землетрясений в мегаполисе в ближайшие дни не ожидается. Хотелось бы заверить наших жителей и гостей города Алматы о том, что сильного оружительного землетрясения в ближайшее время не ожидается. То сейсмическое событие, которое произошло буквально недавно, происходило на территории Китайской Народной Республики и Республики Кыргызстан. Те толчки, которые ощутили жители города Алматы, Алматинской области, частичной области ЖИТУСУ, являются авторшоками, отголосками мощного события, которое произошло на территории Китайской Народной Республики и Кыргызской Республики. О том, что землетрясение в Алматы возможно, говорили не только казахстанские, но и японские эксперты. И ключевое здесь еще раз проверить, насколько готова местная инфраструктура, те же самые жилые комплексы к вероятным испытаниям природы, считает ученый Аскар Жизупеков. Вот японский ученый, в частности профессор Иошинори Ивасаки, который защищал свою диссертацию, дутскую диссертацию в Казахстане, он неоднократно говорил, что Алматы подвергнется, и многие здания, сооружения у нас не подготовлены для влияния вот этих сейсмических ударов. И также особенно он беспокоился о телебашне в Алмате, которая тоже построена уже в далекие годы, имеют уже старые конструкции, уже изношенные не только верхняя часть, но и фундаментная часть. То есть японцы беспокоятся больше, более, чем мы, честно говоря, о Алмате и вообще о Южном Казахстане, потому что они считают, что у нас территория подвержена очень большим диаметриям, потому что имеются мощные разломы, идентичные как в Японии. Другая актуальная проблема – нехватка сейсмических станций. Вдобавок важно усилить и научный подход к изучению сейсмической безопасности зданий в городе. Эти сейсмические станции нужны для того, чтобы мы могли, по крайней мере, наблюдать за активностью разломов движения земной коры не по дням, не по месяцам, а буквально по минутам. Вот эти вот ресурсы нужно всё-таки отправлять на научное сопровождение, на научные исследования. Эти научные исследования можно проводить на реальных сейсмоплатформах. То есть должно быть имитация землетрясения именно снизу, то есть имитация, как бы натуральная, можно сказать, имитация землетрясения, как, допустим, проводят такие имитации в городе Цукуба, в Японии, в городе Цукуба. Есть прямо живой мониторинг влияния сейсмики. Землетрясение в Алма-Аты – событие, из которого многие должны вынести уроки. Это касается надёжности местных жилых домов, реакции самих жителей. И надо признать, многие горожане не знали, как вести себя в нестандартной ситуации. А ведь нужно быть готовым ко всему. Ануар Абдрахманов, 24КЗ.